Дикорастущий мак подлежит уничтожению. Красивый цветок относится к наркосодержащим растениям. В Волковыском и Лепельском районе милиционеры совместно с работниками сельхозпредприятий уничтожали потенциально опасный сорняк гербицидами. Там мак засеял десятки гектаров. В Полоцком районе справились косой. Если же вы обнаружили такие растения у себя на дачном участке, избавьтесь от них. Выращивание мака или конопли без цели сбыта наказывается штрафом, а за возделывание культур с целью сбыта грозит уголовная ответственность. Скидель. Ранним утром водитель автомобиля ВАЗ сумел удивить инспекторов ГАИ. Погони у них случались и раньше. Бывало, что нарушители пытались скрыться и на технике с прицепом. И с пассажиром в салоне убегали. И заборы по пути доранили. Вот только на ходу из машины не выпрыгивали. Как было позже установлено, 21-летний местный житель не имел прав. Автомобиль купил без переоформлений. И завидев патруль, так испугался ответственности, что предпочел рискнуть с дороги. По факту составлено 4 протокола. Рогачевский район. На озере Большое Камарино инспекторы природоохраны застали троих мужчин за противозаконным занятием. Расскажите, за что задержали? Ну, как за что? Большим объемом рыбы. Украли сетки? Когда украли? Сегодня утром. Откуда вы знали, что они стоят? Ну, видели вчера. Угу. Да, за что? Ну, все. Приехали рано утром, чтобы по-быстрюхи их снять. 44, 46 и 54-летние жители Рогачева, рассказывая инспекторам историю о краже сетей, кое-что не учли. Еще до встречи на озере неравнодушные граждане сообщили о их деятельности. Сообщили о двоих жителях Рогачева, которые, едва освободившись несколько месяцев назад из мест лишения свободы, где они отбывали также срок за браконьерство, снова начали торговать рыбой. Им также помогал еще их третий товарищ, который ранее привлекался к административной ответственности за браконьерство. Выловили около 300 особей рыбы. Ущерб в районе 11 тысяч рублей причинили природе по предварительным оценкам. Гомельский район. В 11.47 спасателям сообщили о пожаре в поселке Калинино. На улице Лесной загорелась хозпостройка. К приезду пожарных пламя перекинулось на два расположенных рядом жилых домов. Никому из людей физического вреда огонь не причинен. Успел лишь наделать убытков. Блочная хозяйственная постройка уничтожена полностью. В домах повреждены крыши и имущества. Кричный пожарок устанавливается. Среди прочих рассматривается электрическая версия. В сгоревшую дворовую постройку был подведен ток. Смотрите тревожную кнопку там, где удобнее. Сразу после эфира на ОНТ все выпуски на официальном YouTube-канале и в популярных социальных сетях. Подписывайтесь на наши паблики ВКонтакте, Фейсбуке и на Одноклассниках. Там есть сюжеты, не вошедшие в телеверсию. Воложинский район. В пятом часу утра на 91-м километре автодороги Минска-Шмя на границе Литовской Республики в Кювете оказался микроавтобус. 32-летний уроженец Украины, управляя автомобилем Volkswagen, предварительно находясь в отавленном состоянии, уснул за рулем. В результате чего автомобиль выехал на встречную полосу движения, затем в левый по ходу движения Кювет и опрокинулся в канаву для стока воды. Спящий водитель удивительным образом не пострадал. А вот его 30-летнему пассажиру понадобилась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Городокский район, озеро Язерище. Дачник из Витебска больше полугода не пользовался своей лодкой, а когда все-таки пришел на берег, сильно удивился. На борту был совсем другой регистрационный номер, а потом выяснилось, что появился и новый владелец. Мужчина рассказал, что купил плавсредство два месяца назад за 150 рублей. Хозяин лодки был обескуражен, он ничего не продавал. Пенсионер обратился в милицию. Вскоре нашли и продавца чужого имущества. Им оказался безработный местный житель, хорошо знакомый потерпевшему. Оказалось, что подозреваемый еще осенью обращался с просьбой пользоваться лодкой в отсутствии хозяина. Добрый пенсионер не отказал, но и подумать не мог, что сосед продаст ее. Лодка возвращена законному владельцу, в отношении же похитителя следователями возбуждено уголовное дело. Минск. В 11-м часу вечера из подземного перехода пропали две камеры видеонаблюдения. Однако осталась запись. По ней сотрудники милиции установили подозреваемого. 19-летний меньшанин пояснил, что был нетрезвый и снял устройство со стены НАСПА. Одну из камер видеонаблюдения он спрятал в ячейке продуктового магазина, а другую выбросил. В результате противоправной деятельности парня унитарному предприятию был причинен ущерб на сумму около 700 рублей. Ушачский район. Необычную спасательную операцию провели работники МЧС в деревне Матырина. Ранним утром заведующая молочно-товарной фермой заметила пропажу. Конь Орлик, которого часом ранее вывели на выпуск, как сквозь землю провалился. Орлик упал в закрытый пожарный водоем. Резервуар довольно большого размера. Животное ждало помощи под тем местом, где провалилось. Длина цепи, которой был привязан конь, не позволила ему отправиться в подземное путешествие. Спасатели расширили отверстие. Для этого пришлось и копать, и резать бетон с арматурой. Орлика обвязали пожарными рукавами и с помощью трактора подняли на поверхность. Для коня падение в резервуар и спасательная операция закончились вполне благополучно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова